Как вы думаете, что хочет получить человек на любом мероприятии, от любого проекта? Довольствие, эмоции. Да, он хочет получать эмоции. Один из российских мировых трендов, а вообще московских трендов, это идутейминг. Так что? Это идутейминг. Можно следующий, еще раз следующий. Да, вот так выглядит этот визейный, этот механизм, эта технология, которая объединяет образование и развлечения. Знания можно давать разным областям. Мы даем знания через игру, через развлечения. Ну и тем более, что мы знаем, что глибализация не прошла даром, и нам достаточно сложно принимать сухую информацию, принимать ее достаточно длительное время. Я даже говорю сейчас о себе, это возрастом 25 плюс 30. Кроме того, внедрение игровых механизмов позволило мне избежать одного из провалов. Когда человек, который не знает, скажем, большей части вопроса, он может уйти с мероприятием, подумав, я ничего не знаю, я лузер, я сюда больше не вернусь. Интерактивные задания позволяют мне управлять эмоциями, управлять настроением, с которым человек уходит с моего, с моей игры. А как игра называется ваша? Арт-игры. Этот проект называется Арт-игры. То есть несколько игр. Да, у меня тематические игры, это и сказки, и архитектура, и живопись, и прочие вещи. И если мой проект так или иначе связан с образованием, то ваши проекты не коммерческие, которые так или иначе связаны с переживанием, с эмоциями, с эмпатией, мне кажется, на любом этапе, вот, например, у кузина, соседский центр, правильно? Мне кажется, здесь можно на любом этапе знакомства человека с вашим центром придумать какой-то небольшой игровой элемент. А помните в фильме «Шоколад?» Здесь снимается Дженни Тесс, когда в шоколадный бар, и когда в этот шоколадный бар находит любой посетитель, девушка предлагает ему погадать на импровизированной карте «Майо». Человек уже заинтересован, он уже хочет провести здесь время. Зачем заставлять человека чувствовать? Зачем предлагать ему именно игру? Я часто слышу отзывы о том, что игра необходима для того, чтобы погрузиться в другую реальность, немножко отойти от бубичности, от серости, от тревичности. Кроме того, мы сейчас с вами поиграли, и вы начали коммуницировать. И это очень важно для того, чтобы... Мне как организатору это очень важно. Мне кажется, я уже все рассказала без презентации. Не знаю. Это очень важно заставлять людей коммуницировать. Во-первых, мы не как организатору для того, чтобы аудитория была, как это называют тренер или коучер, теплый, а с другой стороны, это комфортнее для вас. И вы уже получаете эмоции. И еще один очень важный профит для человека. Человек всегда любит рассказывать о себе. Заставьте человека рассказывать о себе. Заставьте его делать самопрезентацию. Заставьте его почувствовать лучше, может быть, немного, чем он и есть. Кроме того, игра — это возможность вернуться в детство, включить воображение, образное мышление. И, наконец, поскольку он получает у вас эмоцию, вы промотивируете его вернуться. Сейчас я попрошу вас, как авторов ваших проектов некоммерческих, подумать, какую основную эмоцию хотите сформировать вы у человека, когда он к вам приходит. На самом деле, это непростой вопрос, потому что я с этим столкнулась не так давно. Я советовалась с одним своим другом, он тренер, бизнес-тренер. Я сказала ему, мне не хватает механизмов, мне не хватает технологий, мне не хватает методик. Я не знаю, что мне сделать в этом конкретном случае. Была задача сделать корпоративную игру, с чем я раньше не сталкивалась. И он спросил меня, «Лена, а какую эмоцию ты хочешь сформировать у людей, для которых ты будешь проводить эту игру?» Это было месяца два назад, и я хочу сказать, для меня это было просто переворотом. Потому что до этого момента я думала, как я могу выглядеть хорошо на моих играх. То есть, как я могу выглядеть профессионально, как я могу выглядеть хорошо, как я могу передать большее знание. Но я совсем не думала об эмоциях. И после того, как я начала думать именно об этом, все изменилось. Первая эмоция у нас у Кристины – это тепло, это формирование ощущения близости, эмоциональности, наполненности пространства. Хорошо. А кто у нас еще какие-то проекты? Я, например, вызываю и хочу вызвать положительные эмоции. Самое главное, чтобы человек пожертвовал и остался. И продолжал жертвовать и помогать. Не только один галф, а вообще. А что у вас за проект? Это следующее. А вот я с помощью вам рассказываю, чтобы не затягивать. Хорошо, хорошо. Ну давайте, может быть, именно объединение и уверенность, но это вместе с моим эмоцией, одно это ощущение. Объединение. Ну да, наверное, это близкое, то есть... Наверное, все некоммерческие проекты, да, так или иначе, связаны с тем, чтобы выбрать у человека причастность. Теплый, да, причастность, теплый эмоциональный какой-то отклик. Собственно, мне кажется, на этом у меня все. Я не буду вас долго задерживать. Мне интересно послушать вас и, возможно, мы в диалоге придумаем какие-то интересные техники или методики для вас. Поэтому добавляйтесь, друзья, в фейсбуке. Я всегда открыта для того, чтобы делать что-то новое. Может быть, какие-то корпоративные игры. Я делаю бесплатные игры. Кстати, следующее будет в этом воскресенье. Я всех приглашаю на новогодний тортик библиотеку Минстоевского. Спасибо большое, друзья. Мне было... Спасибо. Спасибо. Спасибо.